Привет всем, с вами профессор Гуглов. Когда-нибудь мы высадимся на Марс, но мы знаем, что если даже машины и технологии готовы к этому, человеческое тело пока что нет. Перед вами Скотт Келли и его русский коллега Михаил Корниенко, которые провели на космической станции почти год. Один путь до Марса занимает по крайней мере 6-8 месяцев. Для нас очень важно знать, насколько успешно сможет адаптироваться человеческое тело к перелетам свыше 6 месяцев. Скотт и Михаил стали в этом смысле подопытными. Они наблюдали за тем, что происходит с человеком в космосе за 8-12 месяцев пребывания. Космонавты возвращаются на Землю худее и истощеннее, нежели до запуска. Их мышцы атрофируются, а костная ткань теряет плотность. Подсчитано, что каждый месяц космонавты теряют 1,5% костной ткани, что сравнимо с годовыми показателями у женщин после менопаузы. Ежедневные тренировки, правильное питание, употребление витамина D помогают затормозить и обратить этот процесс. Нам еще очень многое предстоит изучить перед тем, как отправить людей в путешествие на Марс. Мы изучили, что в космосе падает зрение вследствие перемещения жидкости в голову в условиях невесомости. Из-за этого опухают оптические нервы и снижается острота зрения. Но мы можем бороться и с этим. У Скотта и Михаила происходили такие же процессы. Чтобы бороться с этим, они надевали специальные штаны, которые всасывали жидкость обратно из головы в ноги. Мы надеемся, что это поможет решить проблему ухудшения зрения. Также космонавты подвергаются облучению радиации. Корабль не всегда может защитить экипаж от радиации. Нужно продумать и этот вопрос. Сердца космонавтов уменьшаются, так как сердце не прокачивает кровь в прежнем объеме к ногам, ведь они парят, а не ходят. Михаил и Скотт стали пионерами в изучении адаптационных свойств и изменений в организме человека за год пребывания в космосе. Их миссия поможет подготовиться к длительным путешествиям на Марс. Ну что же, с вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся!